всем большой привет с полезными советами вновь виталий декабрёв каждый новый сезон преподносит нам сюрпризы то погода нас удивляет о болезни и вредители преподают нам урок дескать вовремя делайте профилактические обработки иначе ай-яй-яй но чаще всего я сам себя удивляю уже второй сезон я создаю огород на новом месте и это мне безумно интересно и это и есть мое самое любимое и дорогое хобби присоединяйтесь к моей работе и в самом начале программы марина рыкалина у меня в гостях который тоже удалось меня удивить марин ну вот посмотри твой подарок бережно собрал очень доволен друзья это парни который подарил мне марина на новоселье спасибо тебе кстати большое вот и мне объяснить те как в голову то пришло купить такой парник я посмотрела всю информацию во первых каркас собирается легко ты справился за пять часов а каркас очень надежный прослужит огромное просто количество лет если конечно не ставить его под сход снега а чехол из классной ткани и что самое интересное если вдруг он испортится его всегда можно докупить отдельно под нетканым материалом мы же проверяли с тобой там же растет все в разы лучше лучше чем в обычной теплицы из поликарбоната вот смотрите приезжаешь на дачу быстрее открывать поликарбонат потому что там все горит здесь посадил поле закрыл и вообще голова не болит можешь ехать параметры рассказывая параметрах 420 ты как угадала у меня ширина ровно 420 вот это место было как раз как будто и задумано под этот парни ширина парника метр шестьдесят пять что тоже удобно посмотри я сделал грядки вернее даже не грядки а каркас поскольку высота парника метр восемьдесят пять а у меня ты знаешь да рост метр восемьдесят пять буду макушку сшибать вот пришлось сделать вот такой каркас здесь две доски толщина доски 4 сантиметра ширина доски 14 сантиметров вот на две доски и грядочки получились у меня шириной 40 сантиметров вполне достаточно до для огурцов компактно аккуратно и вырастить здесь много можно да тем более что грядки буквой п и грядка которая с торца этого парника она пошире 70 сантиметров поэтому я думаю что прям умещу вы знаете такой эконом вариант очень демократичная цена для такой конструкции мне нравится вот здесь кстати по ребрам идет прошивка и там пропущен шнурок чтобы удобно подвязать что прям натянуть его чтобы не порусил так посмотрите здесь две двери которые на классных замочках надежно закрываются в общем уже можно все высаживать в такой парник я думаю что он даже если будет 6 градусов я думаю что спокойно он выдержит то что укрывной материал очень толстый надежный ты еще говоришь что он уфе защита то есть он не будет так разрушаться как тот обычный недорогой материал который мы приобретаем для своих грядок а если что можно заменить его собственно говоря можно все посадить и уехать даже в отпуск да если особенно кабельный полив провести сюда так вообще милое дело какая прелесть мне кажется мы подумаем и наверное еще не одну такую теплицу поставим на своем участке потому что урожай в таких теплицах конечно гораздо выше чем в теплице из поликарбоната спасибо тебе дорогая буду заправлять грядки сажать растения и наслаждаться экологически чистым урожаем друзья в садовом интернет-магазине 7 семян товаром недели с 23 мая по 30 будет натуральный виталайзер hb101 вместо 99 рублей 90 копеек вы его сможете купить за 79 рублей 90 копеек каждую неделю новые акции на 7 семян точка ру приступаю к заправке грядок почва на моем новом участке оказалась неплохая однако для получения хорошего урожая мне все же предстоит ее немного улучшить во-первых нужно сделать почву рыхлой это первое слагаемое хорошего развития растений еле-еле удалось найти вермикулит в больших мешках по 80 литров объездил весь город как он всем нужен удивляюсь почему его не продают в каждом садовом магазине ведь в больших мешках покупать его гораздо выгоднее удалось найти всего один мешок буду распределять его по грядкам хорошо что в строительном магазине мне посчастливилось купить мелкий керамзит он недорогой 160 рублей за мешок 40 литров его также добавлю в почву это отличный разрыхлитель с рыхлостью почвы разобрался в мангале всегда остается немного углей и золы также вношу их в почву зола обеспечит растения фосфором калием и кальцием в золе большое содержание микроэлементов магний марганец бор железо сера цинк медь молибден отрадно что все эти элементы находятся в доступной форме а внесение угольков стимулирует развитие азота фиксирующих бактерий которые помогают обеспечивать азотом наши растения остальные ингредиенты буду добавлять непосредственно в лунку напомню эту тепличку изначально хотел использовать для выращивания огурцов но конечно мне захотелось посадить и перцы и томаты чтобы посмотреть на результат в лунку для посадки огурцов отправляю горсть диатомита это великолепная добавка обеспечивает растения кремнием за счет чего стенки сосудов становятся более крепкими а растения устойчивы к стрессовым условиям а еще диатомит не любят почвенные вредители он разрушает хитиновый слой и они погибают покупаю диатомит который выпускает известный производитель суспензии хлорелла компания биокомплекс он сейчас продается практически во всех садовых магазинах следом добавлю гранулы натурального удобрения organic mix это новинка удобрение специально для огурцов в котором все питательные элементы подобраны таким образом чтобы удовлетворить все потребности огурцов в нем больше азота и это неудивительно ведь огурцы и другие бахчевые интенсивно растущие культуры требуется много этого макроэлемента огурцы прожорливая культура но теперь вопрос с питанием у меня решен по одной мерной ложечке в лунку и готово это конечно не значит что огурцы больше не нужно кормить буду чередовать подкормки по листу и под корень жидким удобрением эликсир номер один для овощей раз в 10 дней буду давать это удобрение приступаю к посадке вот моя рассада вот эти два шикарных экземпляра мне презентовала марина рекальна ну в общем то эти огурчики у нее остались лишние она их даже не пересаживала в двухлитровый кашпо это для самого раннего потребления вот они какие уже листики выглядят конечно не очень хорошо сразу видно что не хватает огурчиком магния вот такие специфичные хлориотичные пятна на листах но я думаю что ситуацию совершенно спокойно можно исправить об этом я расскажу чуть попозже ну а пока приступаю к посадке а вот это моя рассада буквально две недели назад посеял эти огурчики они то и будут меня кормить во второй половине лета какие гибриды здесь гибрид гоша всем известные уже и полюбившиеся хотя это относительная новинка геральт солтис это гладкий длинный огурец и огурчик бинго корнишонного типа при хорошем уходе этот огурчик дает огромное количество плодов все эти гибриды от агро фирмы партнер а вот под перцы и томаты я вношу органик микс для пересадки и рассады сейчас очень важно чтобы корневая система у этих культур хорошо нарастала именно от этого будет зависеть урожай и как раз это удобрение простимулирует развитие корневой системы теперь поливаю растения а далее внесу просто незаменимых помощников полезных бактерий которые стоят на страже здоровья растений и это конечно бациллус субтилис эта бактерия справляется практически со всеми патогенами неизвестно какая погода будет совершенно не хочется чтобы растения заболели я пользуюсь проверенным препаратом в котором очень высокая концентрация этих полезных бактерий называется препарат биозащита от болезней биокомплекс бту препарат очень экономно расходуется и сейчас есть практически во всех интернет-магазинах найти его совсем несложно конечно лучше пучву заправить заранее за неделю до высадки и обработать этим препаратом но как обычно времени не хватает уверен у многих такая история но ничего страшного препарат быстро начинает работать и обеззараживать почву а через неделю внесу уже другой препарат точнее живое удобрение от того же производителя там есть и бациллус субтилис но еще и присутствуют азотофиксирующие и фосфор и калий мобилизующие бактерии вот они-то и будут готовить основную еду для растений переводя элементы в легко доступную форму для растений кстати даже многие крупные фермерские хозяйства переходит на эти препараты поскольку уже поняли что урожайность повышается и к тому же почва не засаляется от постоянного внесения минеральных удобрений как я уже и сказал ранее огурчиком который мне подарила марина не хватает магния если не принять меры и не обеспечить огурчики этим микроэлементом то это приведет к разрушению хлорофилла и быстрому старению растения соответственно и урожай получу скудный поэтому обработаю по листу раствором магниевой селитры это быстро исправит ситуацию как будут себя чувствовать мои растения в этом новом парнике вы узнаете из следующих выпусков если при обработке почвы у вас болит спина попробуйте новый культиватор новата благодаря уникальной конструкции при работе с культиватором новата исключаются нагрузки на спину он позволит выкапывать корнеплоды не повреждая урожай удалять сорняки рыхлить почву на глубину до 20 сантиметров заказать надежный культиватор новата с гарантией 2 года по цене 2190 рублей можно на сайте новата точка тех на сегодня у меня все вместе с вами работал виталий декабрёв больше полезной информации вы найдете на моем youtube канале дача с виталием декабрёвым а также подписывайтесь на мой инстаграм аккаунт декабрёв клуб желаю здоровья вам и вашим растениям пока пока пока